Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Выходные, а у вас очередной бесед в стране. Речь идет про ситуацию с Русланом Соколовским, блогером из Эксенбурга, которому грозит срок за то, что он в храме поиграл в Pokemon Go. Ребят, по-моему, у вас уже страна скатилась в полный ахтунг, дальше уже некуда. Приведу небольшое отступление, ремарка. Два месяца назад девочка приезжала сюда с родителями, 13 лет, родители тут всякие вопросы решали в Америке. Учатся в обычной московской школе, неплохо, кстати говоря, учатся. Ходили мы в Музее естественной науки, я задал вопрос, а перечисли, пожалуйста, планеты Солнечной системы. И ребенок в 13 лет этого не смог сделать, стал путаться, не знает, что там после Солнца Венера или Меркурия, где там Юпитер, где-то Сатурн и где-то еще там все остальное. Вот, в 13 лет. Когда я учился в школе в первом классе, это был 1980-й год. Вы меня могли разбудить в 12 часов ночи, я мог рассказать про исследование космоса и про то, сколько планет Солнечной системы и какие спутники у Юпитера. Вот, в первом классе. Родители меня водили в планетарий в Москву, когда он еще работал. Даже пару раз попадал на лекции Феликса Зигеля. Вот, книжка, кстати говоря, обе книжки Зигеля популярны достаточно у меня. В доме любимые были зачитаны до дыр мной, друзьями. Вот. Зато сейчас у вас закон Божий. Те, кто люди такие с фантазией дальновидные, в принципе, могут в этой ситуации извлечь некоторую выгоду для себя. Те, кто собирается подавать на беженство, теперь достаточно надеть маечку с надписью «Россия, светское государство, требую отмену закона, оскорбление чувств верующих». Вот. И с этим успехом вы можете идти в любую церковь и играть там в шахматы, в шашки, в нарды, во что угодно можете играть. И главное, чтобы вас сегодня засняли на видео. Вот. Дальше вы можете это выложить в соц. сеть. Чем больше это будет сделано, тем, я думаю, у вас будет больше пруфов, когда вы будете подавать на беженство. Прокатит это или нет, это уже дело десятое, но факт то, что власти могут болезненным образом на это среагировать, сомнений практически нету. От себя могу добавить. К РП ценах отношусь более чем прохладно, потому что в Российской Федерации эта структура превратилась в какой-то сетевой маркетинг. Торгуют богом, оптом и в розницу прям любым способом. Начиная от икон этих свечечек до освещения туалетов, катеров, яхт, машин, офисов и чего только можно осветить вообще. Коммерческая, сетевая организация. Вот что такое РПЦ. Ну и в данном случае вам осталось только еще ввести церковную десятину и прочие нюансы, которые были при царе-батюшке. Те, кто особо верующие, я вам рекомендую настоятельно полистать Библию и почитать там. Я хоть человек, который исповедует другую религию, скажем так, следует другим путем, но тем не менее я в детстве нашел в себе и время и усиленно с собой сделал, чтобы эту книжку почитать, чтобы знать о чем, собственно говоря, идет речь. Так вот, ваше замечательное Библии, очень много ваш Иисус Христос сказал по поводу любви к ближнему своему, терпимости и прочих-прочих нюансов. На поверку получается, что у вас какие-то двойные стандарты. Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали. Вот. Вера, она должна быть у вас в душе. То же самое касается Бога. Если бы вот этот отдельно взятый блогер оскорбил Бога, это проблемы Бога, а не тех людей, которые от его лица пытаются вещать и торговать этим Богом, как шлюха на рынке. Вот. Поэтому, если бы у Бога к этому человеку были претензии, Бог бы эти претензии лично высказал бы этому блогеру и с ним бы лично разбирался. В данном случае мы видим просто показательную пурку со стороны властей, которые хотят лизнуть жопу менеджерам из православной церкви и сделать эту структуру вообще неприкасаемой. Если мы помним прошлый скандал с господином Гундяевым, регулярный скандал со спьяными священниками, постоянные какие-то имущественные терки, какие-то... Ну, просто это адский ад какой-то. Сколько за последнее время происходит различного рода скандалов, связанных с РПЦ. Вот. Так что, если у вас есть ещё сомнения, проживает ли вам в замечательной Российской Федерации, где у вас скоро введут государственную инквизицию, и Кремль непосредственно назначит инквизитора в каждый территориальный округ, непосредственно инквизитор будет там за Москворецкого района, Таганского района города Москвы, инквизитор Химок, инквизитор Подольска, Верховный инквизитор Рязани. Вот. Ждите, пожалуйста. Осталось совсем немножко. Вот. До мракобесия вы уже скатились. Крайне хочу по этому поводу услышать комментарии своих зрителей, как обычно. Вот. Последние несколько видео я устраивал различного рода социальные опросы. Вот. В данном случае мне хочется услышать вашу позицию по этому поводу. Мы не говорим о том, прав этот блогер или не прав, для чего он это сделал, самореклама, пиар и так далее. Меня интересует ваше мнение по поводу вообще всей вот этой нездоровой ситуации, вот с оскорблением чувств верующих и, соответственно, игры в покемона. Благослови, Господь моя Господа, Благословенецкий Господи! 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 Субтитры создавал DimaTorzok